Добрый вечер. Мне кажется, что... Да, я почти уверен. Да, я точно знаю. Потому что я сам такой. Люди склонны лукавить. Говорить, мягко говоря, извините за тавтологию, не всю правду. Говорить о сложившей ситуации более мягкой и изящной, чем есть на самом деле. А попросту иногда просто врать. Люди не хотят признавать истинное положение вещей. Даже тогда, когда невыгодно. Когда выгоднее сказать правду. А правду сказать выгоднее практически всегда. В бизнесе особенно. Большинство людей не очень хорошо как бы по этой причине реагируют на предложение рассказывать свою историю кроваво, как я говорю. с подробностями драматическими. И когда я говорю, что чем хуже было до того, как ты начал этот бизнес, тем у тебя больше шансов преуспеть. Потому что ты был в полнейшем аути, в полнейшей нищите. Ты был сам никакой. Мозги неправильно работали. Не видел ничего. Ленивый был там. Пьянствовал. Наркоманил. Я не знаю, что ты делал там. Каждый из нас что-то делал и продолжил делать. Плохое. Неправильное. И вот чем хуже, чем кровавее было до того, как ты взялся за себя с большей помощью. Лучше всего, конечно. То тем выгоднее тебе. Тем правильнее ты выглядишь. Тем больше эффект ты производишь. Чем мощнее твоя история. А работает в бизнесе только твоя история. Больше ничего. У меня есть партнер в компании, в которой я сейчас работаю. В топливной компании. И он хорошо работает, молодец, старается. Мы уже достаточно давно, больше года знаем друг друга. Вместе работаем в предыдущей компании. И я знал, что у него не очень хорошее положение финансовое и семейное такое трудное положение. Но я не знал деталей. И однажды мы с ним поразговаривали. И я как раз вот это сказал ему о том, что ты, если не всю правду скрываешь о себе, то это тебе не на пользу. Он очень обучаемый такой парень, способный, молодой, я бы сказал, талантливый, перспективный. Авансом так ему. потому что он реагирует, он делает выводы, он из обстоятельств, которые попадает, выходит не без результата, не без багажа, не без опыта. Он все впитывает в себя. И это большой-большой залог того, что он преуспеет. То, что он преуспеет, уже ни у кого нет никаких сомнений. И вот однажды мы с ним так поразговаривали, и вдруг он мне присылает письмо и говорит, вот почитайте мою кровавую историю. Я без его разрешения, потому что эта история уже в ходу, вот он мне присылал по почте, я ее прямо вам прочитаю, если вы не возражаете. Я думаю, это будет полезно. Он пишет письмо своим потенциальным, своим друзьям, знакомым, с которыми он вконтакте рассказывает им о бизнесе. Он ведет дело. Вот он пишет, здравствуйте, Олег, у меня для вас очень необычное письмо, для многих оно покажется странным. И так сразу в дело. Я дословно читаю без купюр. Я понимаю, что вы уже изучили всю информацию по экономии топлива, были на официальном сайте компании, ознакомились с нашими продуктами и возможностями для построения бизнеса. Я это понимаю. Да еще и своими результатами я уже с вами делился. Чем еще я могу вас удивить, казалось бы, откровенно говоря, я не знаю ни одной компании, где начав бизнес за 30 долларов, можно построить дилерскую сеть в более чем 500 человек за 2 месяца и совершить товарооборот более 100 тысяч долларов США и заработать приличные деньги. Сразу, всего за 2 месяца. Это лично мой пример. Или это правда, я подтверждаю. Мой опыт в этой компании. Я сам на себе, в своих друзьях проверил работоспособность и безопасность нашего продукта. на себе проверил возможность мощной и стремительно подняться. Но на самом деле хочу рассказать вам свою историю. Кровавую правду. Постараюсь коротко. Но вы можете не читать дальше, если вам не интересно узнать, как молодой парень из Казани, которому 24 года, с матерью-инвалидом на попечении и больше не о единой родной душе рядом вырывается из ямы кредитов, нищеты и позора. Если же интересно, то вот мы с вами и познакомимся. Речь обо мне. Так вышло, что меня мать растила одна. Да и как она меня растила? Я ходил в детский садик в пятидневку, где жил с понедельника по пятницу. Так как мама была военной, ей приходилось работать на несколько суток сутками, чтобы меня прокормить. Но едва исполнилось мне шесть лет, как у мамы обнаружили опухоль мозга величиной с мужской кулак. Надежды на то, что выживает ни у кого не может быть, что выживет, ни у кого не может, ни у кого не было вообще. Это был 1994 год. Таких операций почти никто еще не делал. А если делали, выживший человек был редкой удачей, который проживал еще пару месяцев. Но мы справились, мама жива. Но с тех пор она всегда осталась инвалидом, и мне приходилось с пятого класса подрабатывать на каникулы, чтобы не умереть с голода. Ведь на пенсии, ведь пенсии ни на что не хватало. А когда повзрослел, и как многие клюнул на удочку банкиров, и оказался по уши в кредитах и долгах, а когда не смог платить по счетам, эти долги обросли пенями и штрафами и увеличились до таких размеров, что страшно представить. Как я не пытался выкрутиться, чем я только не занимался. Я и косметику продавал, и биодобавки, и научился делать сайты. Но заказчика найти еще труднее оказалось. Работа по найму уже не подходила, так как, чтобы вылезти из этой жуткой ямы, уже не хватало зарплаты в 800 долларов, которые я получал, работая системным администратором в крупной компании. Я понял, что делать нужно что-то иное, иначе крест. Крест на всей моей жизни. Пенсии матери не хватает даже на лекарства, которые необходимо пить ежедневно, чтобы не чувствовать боль и чтобы жить. Я мало кому рассказывал эту историю. Так, как она есть, какая она есть. Всегда что-то умалчивал. Но сейчас подумал, что я не я один, возможно, оказался в такой ситуации. И мой опыт может быть кому-то полезен. Решил написать вам, так как вы в поиске возможностей, раз вы были на нашем мероприятии под названием Тест Драйв. Дело в том, что за все это время в погоне за счастье я еще ни разу не сталкивался с такими возможностями, которые сейчас перед моими и вашими ногами. Я много слышал обещаний, громких, красивых фраз, но на практике всегда, к сожалению, выходило не все так сладко. Я не из тех людей, которые всего боятся. Я стараюсь использовать каждую возможность, которая перед мной появляется. Поэтому опыта предостаточно. Но впервые я столкнулся с тем, что мои ожидания казались не просто оправданными, но и наоборот. Результаты превосходят все мои ожидания. Ни в одной другой компании я не видел, чтобы продукт пользовался таким мощным, хорошим спросом. Никогда не удавалось совершать такой колоссальный товароборот. Никогда не удавалось строить команду из более чем полтысячи человек в 17 странах всего за два месяца. И никогда не удавалось так быстро выйти на пассивный доход 300-400 долларов в неделю, какой у меня сейчас. И каждую неделю он растет. И все это благодаря американской компании FFA и ее замечательному продукту для экономии топлива, который не только позволяет сохранить 20-30% денег в кошельке автомобилистов, но и очищает окружающую среду, делая воздух чище. Наверное, не зря я бился столько времени, не опускал руки, искал, действовал, истер подошвы ни одной пары обуви и теперь мне поздается по заслугам. Я считаю своим долгом поделиться с вами этой историей, побудить в вас желание внимательнее на все посмотреть. Возможно, это и ваш шанс, ваша единственная возможность наконец повернуть свою жизнь в нужное направление. Вы, как и любой человек, заслуживаете самого лучшего, что есть на этой планете. Так давайте с вами действовать. Я готов помочь, я готов научить всему, чему я сам научился, и вы уже к концу этого года можете стать состоятельным человеком вместе со мной. Если вы готовы действовать, то переходите по ссылке и найдете инструкции там. Ну а если вам не достаёт информации, и вы решились посмотреть на это благоволонное и очень прибыльное дело внимательно, то в этот... и так далее, и так далее, и так далее. Хочу сказать, что именно в этот сегодняшний день, в четверг, именно этот парень, Роман Лаевский, как раз вот через час и будет проводить такой тест-драйв. Такой тест-драйв. Он уже в числе спикеров и лидеров компаний, группа нашей. Я так подробно прочитал эту историю с одной единственной целью, о которой, кстати, он и сказал. Возможно, это кому-то поможет. Возможно, кто-то оказался в более тяжёлой ситуации или в подобной, или пусть не в такой драматичной, но каждый из нас испытывает тяжёлые времена, проходит через тяжёлые испытания, через трудности. И вот в этот момент, вот в этот момент надо держаться стойко, скажу вам. Я военный человек, и меня научили, когда-то давно меня один умный человек научил. Он сказал мне, Олег, в трудных обстоятельствах держись твёрдо. Эта запись кочевала из недельников из одного в другое, из одного в другое, из одного в другое, в записную книжку, она была всегда со мной. Я знаю, что это срабатывает. В трудных обстоятельствах держись твёрдо. Не размазывайся, не поддавайся, не слюняв, не держись твёрдо, если ты мужчина. Даже если ты женщина, какая разница. Держись твёрдо. Держись твёрдо, Держись твердо, потому что есть люди, которые в гораздо более трудных обстоятельствах продолжают это делать, держаться твердо. И к ним приходит успех. А в бизнесе, я уверен, я сто процентов знаю, тысячу раз знаю, что в бизнесе слабым людям делать нечего. Надо закаляться, надо воспитывать себя, надо рвать ленточку и идти вперед. Хотя я думаю, что не всем это нужно, и не у всех такая планида. У каждого своя собственная жизнь, и каждый выбирает свою дорогу сам. И не надо зря рвать пуп. Не хочешь, не действуй, не чувствуешь, что это твое, не занимайся этим делом. Не по тебе, не по зубам, в бизнес, иди куда-нибудь в другое место. И в этом нет ничего плохого. Ничего плохого. Главное, будь хорошим, порядочным, добрым человеком. Я желаю вам удачи. Всего вам доброго. До свидания.